Субтитры делал DimaTorzok Мастеры Зеры первой части я закрывал в номерном порядке, так как они совпадают с хронологией серии. И да, все предыдущие прохождения были сделаны на высоком уровне сложности. К сожалению, сделать то же самое с Resident Evil 2 я не могу, так как здесь максимальный уровень сложности средний. Кроме того, в игре по факту 4 сценария прохождения, но каноничным, то есть тем, который влияет на события последующих частей серии, считается Clare A Leon B и именно его я буду проходить. Играю, кстати, с новой версией для PlayStation. Настройки эмулятора вы видите где-то на экране сейчас. И с такими же настройками я проходил Resident Evil 3. Ну, в общем, ладно, заканчиваю болтать. Пожелайте мне удачи, я начинаю. Resident Evil 2 A bizarre incidente occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-Virus. A mutagenic toxin created by the International Enterprise Umbrella Incorporated for use in bio-weapon experiments. The Raccoon City Police Department Special Stars Unit immediately began investigation. The case was apparently closed, thanks to the efforts of Starz members, Chris Redview and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finish. I'm finally here. That guy's a maniac. Why'd he bite me? Hello? Hello? Is anyone here? Hello? Hello? Uh, hello? Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Ha! 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 Wait! Don't shoot! Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up! Okay. What's going on? I arrived in town, and the whole place went insane! Great! The radio's out! You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Yeah! Look out! Take off! You okay? Still in one piece. Hey! That maniac's going to win! Run! Hey! That maniac's going to win! Run! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. 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 Well, we have to go to Dragon City. I can't afford it. Okay. Let's go. событий так вот в этого зомби все время посмотрите получилось пробежать обычно я с ним обнимаюсь но не в этот раз хороший знак а ну вот он и хороший знак в общем вы поняли да какой-то кусок мяса от меня отвалился рука его наверное так давайте пообщаемся с мистером контроль ой шутка я мистер ой что это я думал что вы были что происходит в этой городе жарко я не знаю что, дарвин когда я заметил что-то ошибка всю городу была инфестирована с зомби еще раз ах мистер контроль как он во всем уверен то так давайте заберем сначала правые патроны не только потом левые ну вот это мистер контроль был да весь вышел чем ребят у него можно забрать арбалет но делать этого я не буду сейчас может быть потом когда у меня будет оружие помощнее может я к нему и вернусь но не сейчас так кстати если бы я ничего не подбирал вот те патроны которые подобрал магазине который я подберу сейчас то можно было бы заполучить свое распоряжение костюм байкерш или клар но делать этого не буду потому что слишком много всего теряю и один костюмчик визуальная свистелка перделка в общем она того не стоит так убивать его не буду просто пробежимся и здесь просто пробежимся чуть не запутался и в скамейке глупая нелепая смерть была бы если бы зомбак был поближе чутка окно еще должен сказать сразу что это не мастер-класс не спидран мне ноу-дэмидж прохождение либо что-то еще я просто ее прохожу на максимально доступном уровне сложности и ничего более так давайте перелезим блин 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 это вот это все очень печально ладно сойдет могло быть лучше конечно но сойдет это кстати я вот хотел как раз рассказать об управлении из-за которого некоторые вещи частности обычное движение мимо орд зомби несколько сложнее чем в третьей части просто здесь нет таких удобных вещей допустим как быстро разворот на 180 градусов здесь нету здесь нету естественно никаких воротов то есть все что умеет жил это бежать вперед по диагонали и в общем то все это очень неудобно управление реально дубовая но это и неудивительно что учитывая что резидент второй вышел до третьей части так здесь ничего нет ладно пойдемте внутрь это уже собственно калитка ведущих полицейскому участку и он буквально через дворик не нужно пройти который справа но там два зомбыка и довольно узкое пространство поэтому туда и не пойду потому что либо их убивать либо доджить доджить их нереально с моими руками доджить их нереально поэтому придется оббегать впрочем времени это занимает не слишком много поэтому ничего страшного в этом нет ну что же вот и полицейский участок напоминаю совершенно официально события третьего резидента разворачиваются раньше чем события начало третьего резидента чем события второй части то есть жил прибывает полицейский участок раньше чем это делает клэр или леон при этом если вы помните у джил здесь вот эти по моему двери заколоченные там и следующие двери тоже заколоченные и как бы это вызывает некоторые вопросы к разработчикам игры и ладно еще можно как бы поверить в то что почему-то вот джил в общем прошла полицейский участок и кто-то резко тут подсуетился к приезду клэр посрывал доски с дверей и так далее ладно каким-то образом я могу в это поверить это хоть какая-то отмазка более-менее реалистично но вот то что сейчас мы будем разговаривать с персонажем который в третьей части уже мертвы давно судя по его трупокор полу разложившемуся но это уже не как логически не объяснить чем-то Ты единственный офицер остался в здании? Кто ты? Клэр. Клэр Редфилд. Я смотрю для моего брата, Крис. Мы потеряли контакт с ним. Принято 10 дней назад. Крис, Джилл Бэрри. Каждый Ласт СТАРС-ТИМ-мембер университет. Мы должны были слушать их. Что случилось? Крис, Джилл Бэрри. Я их вернул. Ты в порядке? Не волнуйся о мне. Просто спаси своих врагов в других комнатах. Крис, возьмите эту кнопку. Ты должны быть able to отключить двери в галле с этим. Попробуй. Но... Попробуй. Попробуй. Попробуй, я вернусь. Возникает подозрение, что Амброла занималась не только разработкой биологического оружия, но и еще разработкой машины времени, или чего-то подобного, раз мы смогли пообщаться с мертвым человеком, ну или что-то спиритуалистическое, я не знаю, но что-то здесь не чисто. Вот эта дверь тоже была заколочена, например, если мне память не изменяет. Так, давайте заберем катушку, сохраняться я здесь, правда, не буду, потому что никаких сложностей в ближайшее время не предвидится, которые могут остановить Клэр от выполнения ее миссии, сохранюсь попозже уже, наверное, перед завершением прохождения этого сегмента. Полицейский меморандум 23.08.98. Данным письмом мы оповещаем вас о следующих изменениях в размещении оборудования, вызванных реорганизацией отделения. Сейф с цифровым замком был перемещен из офиса Старс на втором этаже в восточный офис на первом этаже. Новый шифр 2236. Информационный отдел полиции Раккун-Сити. Окей, запомнили эту информацию, нам она пригодится. Но не сейчас, чуть позже. Так, вот в том, вот здесь, в общем, лежит спрей, но пока что я его забирать не буду, потому что он займет слот, который мне будет еще нужен. Так, лизуна вы уже, наверное, заметили, он там ползал за окном. И сейчас мы с этим лизуном будем встречаться лицом к лицу. Забираем патроны. И... и вот. Началось. Так, слюнявый, драться я с тобой не буду, потому что у меня только пестик. В общем, оставайся ты здесь. Так, так. Вдруг здесь пока что не будет. Давайте сюда зайдем. Здесь, в принципе, ничего нет необходимого для прохождения. Заклар, во всяком случае. Зато есть отчет об операции. 26 сентября отделение полиции Раккун-Сити было неожиданно атаковано армией зомби. Множество сотрудников получили ранения, еще больше было убито. Во время нападения наше оборудование связи было повреждено, и теперь мы полностью отрезаны от окружающего мира. Мы решили предпринять комплекс оперативных действий для спасения возможных выживших и предотвращения распространения эпидемии за пределы города. Наши основные задачи на данном этапе. Оружие и боеприпасы. В связи с недавними странными событиями в городе Шеф-Эрнс поднял вопрос о возросшей грозе террористической атаки. За день до нападения зомби он принял решение о перераспределении оружия из арсенала по нескольким тайникам с целью предотвращения его возможного захвата террористами. Эта временная мера вышла нам боком, поскольку теперь мы сами не можем отыскать все это спрятанное оружие. Нашей первостепенной задачей будет поиск тайников с оружием, поскольку без него нам против зомби не выстоять. Закрытый арсенал. Как было сказано выше, нам будет сложно отыскать тайники с оружием, однако в подземном арсенале еще остался значительный боезапас. К несчастью, человек, ответственный за хранение ключа от него, пропал вместе с самим ключом. Кроме того, во время нападения было нарушено энергоснабжение, и многие электронные замки в здании перестали работать. Нашей второй основной задачей является восстановление энергоснабжения и получение доступа в арсенал, записал Дэвид Форд. Отчеты в операции. 27 сентября. 13.00. Зомби прорвались через восточную баррикаду, и произошло еще одно столкновение. Раненых мы временно укрыли на складе конфискованных вещей. В битве было ранено еще 12 человек, записал Дэвид Форд. Дополнение. Еще трое было убито неожиданно напавшим на нас населением виданным чудовищем. Чудовища отличают похожие на бритвы когти и облезлая кожа. Однако, самой отвратительной его чертой, несомненно, является ужасный копьеобразный язык, способный мгновенно пробить тело человека насквозь. Сколько всего таких существ и где они обитают, пока неизвестно. Мы окрестили это чудовище лизуном и занимаемся разработкой средств борьбы с этой новой угрозой. Рассказали нам про то, что здесь куча оружия где-то есть. Рассказали нам, что нужно восстанавливать энергоснабжение. И рассказали о лизуне. Не знаю, правда, почему Дэвид Форд считает, что самой выдающейся особенностью лизуна является его язык. Я бы назвал это, не знаю, торчащими наружу мозгами, не покрытыми черепной коробкой. Как-то мне вот это больше всего запоминалось, а не его язык. Так, здесь вот так вот я сделаю. Можно было бы, конечно, подняться за гранатометом и вернуться сюда уже с ним. И убийство вот этих всех зомбаков. Он споткнулся, что ли? Ну ладно. Заняло бы куда меньше времени. Но я решил, короче, что патроны для пистолета менее цены, чем патроны для граника. Поэтому делаем вот так. Вот этот тип очень долго притворялся мертвым. Но мой глаз-алмаз обратил внимание, что кровь не рассекся кровью. И меня уже неоднократно ловили в предыдущих частях. Такие вот хитроумные зомбаки. Поэтому здесь я буду вдвойне осторожней. Так, статуи. Если вы смотрели предыдущие прохождения предыдущих частей, то вы знаете, что вот эти все двигалки статуй, ящиков, тумбочек и так далее, я считаю, браком Резидент Ивола, потому что очень простая и скучная игровая механика отнимает очень много времени и не приносит никакой радости и удовлетворения. В общем, не знаю, зачем она нужна, но почему-то во всех частях Резидента такие загадки есть, а то и не по одному разу они встречаются. Поэтому приходится двигать. Увы. Так. Почти я здесь справился. Конечно, ящики из первого Резидента, из ремастера ни в какое сравнение не идут. Там, где нужно было сооружать из них понтонную переправу, скажем так, там было просто жутко. Но даже эти статуи навевают на меня тоску. Так, второй этаж. Здесь только комната Старс нас интересует, потому что дальше закрытая дверь, в которую пока что мы попасть не можем. Но возвращаться еще сюда придется. Так, смотрим, что есть. А, ну вот, ребят. Сейчас я буду добывать секретную пленку из стола Вескера. Делается это 50-ти кратным его обыском. И поэтому сейчас я помолчу и после ускорю просто этот отрезок. В общем, поехали. Так, вот мы и получили пленку. Проявить я ее смогу с эвроми под лестницей. Так, смотрим на стол Барри. Хорошо, про пистолетик узнали. Давайте осмотрим стол Джилл. Так, здесь ничего нет. Захламленный стол. Все про Криса, да. Дневник Криса. 8 августа. Сегодня я снова говорил с шефом, но он пропустил мои слова мимо ушей. Я уверен, что Амбрелла проводила в том особняке исследование этого вируса. Любой зараженный им превращается в зомби. Но особняк взлетел на воздух, а вместе с ним и все улики. А поскольку Амбрелла обеспечивает, наверное, половину рабочих мест в городе, все стараются закрывать глаза на их темные делишки. Похоже, выбора у меня не остается. 17 августа. Я получил много сообщений о странных чудовищах, появляющихся в различных местах города. Готов спорить, Амбрелла замешана в этом. 24 августа. С помощью Джиллы Барри я, наконец, выяснил, в чем дело. Корпорация Амбрелла начала разработку нового G-вируса, еще более ужасного, чем T-вирус. И когда эти безумцы остановятся? Судив все это, мы решили отправиться в Европу, в головной офис Амбрелла. Сестре ничего об этом не скажу, чтобы не подвергать ее опасности. Прости меня, Клэр, так было нужно. Окей. Забираем медаль единорога. И давайте поразмышляем о том, зачем же это было нужно. Ты мог, в общем-то, сказать, Клэр, все что угодно, что ты там, не знаю, на операции в лесу, и тебя там не будет две недели, чтобы она не волновалась и не срывалась вот таким вот образом в Раккун-Сити, но нет. Просто молча исчез, и вот теперь Клэр здесь. Так, это приехал, пришел точнее факс. Сейчас мы его заберем. Медеральное полицейское отделение отчета о внутреннем расследовании. Крису Рэдфилду, полиция Раккун-Сити, отдел Старс. Согласно вашей просьбе, мы провели внутреннее расследование и выяснили следующее. Первое. Касательно исследования вируса G корпорации Амбрелла. Пока нет никаких подтверждений даже существования вируса G. Мы продолжим расследование по этому вопросу. Второе. Касательно Брайана Айронса, шефа полиции Раккун-Сити. По слухам, Айрон за последние пять лет сколотил целое состояние на взятках руководства Амбрелла. Есть сведения, что дело лаборатории в особняке было закрыто по его прямому приказу. Известны и другие случаи, когда он прикрывал темные делишки Амбрелла. Во время учебы в университете его дважды привлекали к уголовной ответственности за изнасилование, но оба раза отпускали на свободу из-за недостатка улик и его феноменальных успехов в учебе. Ввиду вышесказанного рекомендуется соблюдать предельную осторожность в отношении этого субъекта. Джек Гамильтон, глава отдела внутренних расследований Федеральной полиции США. Вот такие нелицеприятные подробности о Барринсе мы только что узнали. Ну и как бы сразу становится очевидно, что тип этот малоприятный. Так, там, как я и сказал, закрытая дверь. Так что возвращаемся назад. Теперь у меня есть, в принципе, все, чтобы заполучить ключ пиковый. И... Блин, опять я забыл выключить почтовик. К сожалению. Делаю я это с регулярной частотой. Извиняюсь за это. Извиняюсь. Постараюсь не допустить этого в будущем. Так, смотрим. Слотов у меня нет. Сейчас я сразу пленку проявлю. Заберем фотографию. Рекрут. Скорее всего, вы узнали Ребекку Чемберс. Возникает вопрос, что ее фотка делала на столе у Вескера. Причем она еще и секретная. Так, ленту забираем. Это тот самый ключ, который пал бы с тела зомби Брэда. Но у нас его нет. Поэтому к этому шкафу доступа у нас не будет вообще. Так, спрей, ключ. И все. Возвращаемся. Ай, ну не, нормально. По слотам все у меня выходит. И еще трава. Ну, траву я заберу тоже потом. Так что давайте двинем обратно. Сразу вооружусь гранатометом. Так, вот здесь нужно быть аккуратным. Да, вот эти руки. Так, и вот эти руки. Все. Отбежали. Нормально. Нормально. Хотя когда-то давно, первый раз, когда играл второй резидент, они меня аж угадули так знатно, эти ручищи. Так, здравствуй, тип. Здорово. В смысле ты выжил? Блин, он выжил после двух выстрелов. Заберу, в общем, я эту траву и сразу ее съем. Вот так вот и возьму пистолет. Больше зомбаков у нас по дороге не встретится пока что, так что я в относительной безопасности. Сейчас занесем эту медаль, заберем пиковый ключ и, к сожалению, блин, придется опять чесать назад. Бэк-трекинг, ребята. Я понимаю, конечно, что это необходимая часть резидента. Но иногда он достает. так, забрали ключ. Форму пики. Больше ничего нет здесь. Пойдемте на сейф. А, ну, в принципе, сейчас этим ключом, кстати, даже могу воспользоваться. И он мне даже поможет взять ключевой предмет для прохождения необходимый. Вот здесь. Вот. Ну, давайте подвигаем лесенку. Это же так увлекательно. Моменты радости. Так. Забираем рукоятку и спускаемся. Отчет патруля. 20 сентября, 21.30. Записал сержант Ник Карлсон. Вы получили сообщение о подозрительной личности, прячущейся в коронализации на окраине Раккун-Сити. Прибыв на место, мы обнаружили подозреваемого, однако ему удалось сбежать, и мы не смогли его допросить. Были обнаружены следующие предметы. Вот такие вот сведения мы только что выяснили. Оказывается, в Раккун-Сити находится еще один тип, который что-то здесь замышляет. И судя по его экипировке, это явно что-то недоброе. Так, больше здесь ничего нет. Двинули обратно. Так, руки тоже больше не появятся, во всяком случае, пока что. Можно пробегать спокойно и не париться со всем об этом. Так, дальняя дверь закрыта ключом, которого у нас пока что нет. Что со слотами? Два слота, отлично. Ну, серьезно. Эту траву я сразу смешаю, сделаю из нее 60% смесь. Будет норм. Так, что бы это выложить? Граник я выложу, пока он мне не надо. И траву. Траву я оставлю, потому что я катушки буду выкладывать. Так, заберем документ. Отчетов операции 2. 28 сентября. Раннее утро, 2.30. Зомби добрались до нашего убежища, и разразилась очередная битва. Мы потеряли еще 4 человек, включая Дэвида. Теперь нас осталось только четверо. Нам не удалось достать оружие из тайников, и наши шансы на спасение становятся все меньше. Мы пришли к согласию, что здесь нам больше не продержаться, и выработали план бегства через канализацию. Насколько нам известно, туда можно добраться через сток утилизационного завода. Единственный недостаток нашего плана в том, что мы не знаем, какие опасности могут подстерегать нас на заводе. Мы также понимаем, что наши шансы на выживание в канализации будут невелики, но это все равно лучше, чем просто сидеть здесь и ждать смерти. Чтобы выиграть немного времени, мы заперли единственную дверь, ведущую в канализацию. Она расположена в восточном офисе. Мы спрятали ключ в западном офисе, поскольку уверены, что ни одно из этих ужасных существ не обладает достаточным разумом, чтобы суметь воспользоваться им. Надеюсь, этот отчет поможет тому, кто найдет его. Записал Эллиот Эдвард. Даже не сомневайся, Эллиот. Мой отчет очень поможет. Ты даже не представляешь, насколько. А пока что мы воспользуемся печатной лентой. Как вы видите, у меня уже здесь есть сейф. И вы можете подозревать, что я не первый раз прохожу этот сегмент, и будете абсолютно правы, но прошлый я сильно запорол. Когда я попытался заполучить костюмчик, который в том шкафу находится, и пришел к выводу, что нет, все-таки он того не стоит. В общем, ладно. У меня есть ключ, у меня есть трава, оружие и рукоятка, что самое главное. Поэтому в следующий раз мы продвинемся немножко дальше по полицейскому участку. Ну, а на этом я буду заканчивать. С вами был Старпер. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем счастливо. Субтитры подогнал «Симон»!